Знаки внимания и благодарности за бесценный подвиг ветеранов накануне можно было наблюдать в каждом уголке Химок. На фасадах зданий разместили портреты участников Великой Отечественной войны. Окна в домах химчан стали окнами победы. Такая акция прошла в округе. Местные жители разрисовали стекла в тематике 9 мая. 5 тысяч флагов украсили улицы города, а на многоквартирных домах вывесили 4 тысячи вот таких полотен в цвет георгиевских лент. Все микрорайоны городского округа Химки принимают участие в региональной акции партии «Единая Россия», посвященной 75-летию победы. И на наших домах с вами в режиме пандемии, поскольку мы не можем принять участие в шествии, принято решение вывесить вот такие большие полотнища. Соответственно, они размещены на фасадах дома, а также людям раздаются флаги, которые можно будет вывесить в окна. Ранним утром 9 мая в знак благодарности ветеранам и бойцам, не вернувшимся с войны, глава Химок возложил корзины с гвоздиками у памятников воинской славы, которые ежедневно напоминают химчанам о героическом подвиге 75-летней давности. Дмитрий Волошин посетил обелиск отстоявшим отчизну и мемориал химчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. Отдал дань уважения воинам, не вернувшимся с войны, у памятника «Скорбящая мать» в Сходне и на Аллее памяти в микрорайоне Левобережный. В годы войны в Химках работали 10 госпиталей и 130 санитарных постов. Свыше 25 тысяч химчан воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 7 тысяч из них не вернулись с поля боя. Несмотря на режим ограничений, в Химках все же удалось провести небольшие, но яркие торжественные парады. Шлаки в руки взяли вперед! Поехали! Около десятка военных машин выстроились перед баскетбольным центром Химки. Отсюда стартовала колонна ретроавтомобилей, которая проехала по городскому округу и поздравила ветеранов с великим праздником. Вам уже доводилось ездить по городу на таком транспортном средстве? Да, конечно, мы ежегодно проводим такие мероприятия. У нас есть мотоциклы, грузовые автомобили и джипы. С машиной сравнить сложно, так как это мотоцикл, вдобавок еще с коляской. Все зависит от настройки и от водителя. Однако одним парадом техники не ограничились. Артисты, облаченные в военную форму, навестили каждого ветерана Химок и лично адресовали творческое поздравление. В любом случае люди должны почувствовать праздник, и наши жители, вспоминая те былые дни, праздничные настроения, мы обязаны для них предоставить. Посетила колонна абсолютно все районы округа, включая самые дальние. Начали со старых Химок. Юрий Парфеевич, здравствуйте. С праздником вас, с Днем Победы. Здоровья, мира, любви и добра. Юрий Парфеевич, выходите на балкон, сейчас едут вас поздравлять, только, пожалуйста, оденьтесь потеплее. Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Парфеевич Двойкин в этом году принимал поздравления прямо с балкона. Под окнами его ждал творческий подарок и теплые слова. От всех жителей, от всего мира поздравляем. Дай Бог вам многих лет жизни. Низкий вам поклон. За день артисты театра «Наш дом» исполнили для нескольких ветеранов городского округа военные песни. Завершили свое путешествие на улице 9 мая. На высокий век на крыту С Днем Победы! Ура! Ровно в 19.00 пение прервали для минуты молчания, а сразу после вместе со всей страной пели День Победы. Исполнить уже почти официальный гимн этого дня вызвался житель Химок, автор и исполнитель Алексей Ветров. Песню спел вместе с женой и своим отцом, ветераном труда, Евгением Григорьевичем Ветровым. «День Победы! День Победы! День Победы!» У меня семья очень пострадала во время победы. Ну а во-вторых, я очень люблю эти песни, поэтому я всегда пою. В эту минуту жители всего городского округа подошли к окнам, чтобы почтить память павших. Завершили День Победы акцией «Свеча памяти», которая в этом году прошла по-особенному. Сотни химчан в своих домах зажгли свечи и фонарики, как свет нашей памяти и благодарности ветеранам за их бесценный подвиг. Алексей Лихович, Александр Сергеев, Ксения Абрагина, Алексей Сыченко и Николай Забродин. Новости Химки ТВ.